Александру 35 лет. Всю свою жизнь он прожил в Куйбышевском районе Самары. В 2022 году был мобилизован в зону СВО. Сейчас приехал домой в отпуск. Нашел в социальных сетях главу родного района Алексея Крабкова. Написал и предложил встретиться, чтобы рассказать, в чем нуждаются участники его бригады. Рассказать, что не хватает, да, чего в первую очередь, чего люди не могут, ну, допустим, на данный момент найти, что-то приобрести. А так как я здесь, почему бы за одной с собой с отпуска не увезти. Администрация Куйбышевского района с готовностью откликнулась. Фонарики, зажигалки, еда, нижнее белье, газовая плита, медикаменты – все это вошло в перечень самых необходимых предметов на фронте. Список согласовали с Александром. И только после этого начали собирать гуманитарную помощь. Россия и мы, жители нашего государства, всегда славились единством. Поэтому, собственно говоря, мы непобедимы. И именно единственное, именно сплощение, именно взаимовыручка, взаимопомощь – в этом вся наша сила. Участие в сборе гуманитарной помощи приняли и волонтерские центры. Район и администрация находятся с ними в тесном контакте. Эти девочки на своей территории собирают и гуманитарную помощь, и организуют плетение маскировочных сетей. Они непосредственно работают уже с другой группой волонтеров, которая осуществляет доставку. Это вот то, что касается непосредственно самих жителей. Если говорить о глобальных таких предприятиях, о промышленных предприятиях, они тоже не в стороне. Машина со всем необходимым уже отправилась на фронт. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов. События.